Накануне под председательством Святейшего Патриарха Кирилла состоялось первое в этом году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Иерархи, участники заседания рассмотрели результаты архиерейского совещания, прошедшего в феврале. Подвели итоги 23-х международных рождественских чтений, обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи беженцам, пострадавшим в результате боевых действий на юго-востоке Украины, и приняли ряд административных решений по созданию новых епархий. Следуя насыщенной повестке дня заседания, члены Синода утвердили ряд принятых архиерейским совещанием документов, в частности, об участии верных в Евхаристии. Впоследствии он должен быть утвержден архиерейским собором. Рассматривая итоговый документ 23-х рождественских образовательных чтений, Синод одобрил позицию патриарха Кирилла, выраженную в его выступлении в Госдуме, относительно вывода абортов из системы обязательного медицинского страхования. Было принято решение следующее чтение 2016 года провести на тему «Традиция инновации. Культура, общество, личность». Иерархи обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи беженцам, пострадавшим в результате боевых действий на юго-востоке Украины. Принимая во внимание масштаб последствий вооруженного противостояния, Синод призвал духовенство и мирян к дальнейшему оказанию помощи пострадавшим от конфликта мирным жителям, а также продолжить усердно молиться об установлении мира на украинской земле. Священным Синодом также принято решение об образовании четырех новых метрополий и новых епархий в их составе. В пределах Алтайского края образована Алтайская метрополия, включающая в себя Барнаульскую, Бийскую, Рубцовскую и Славгородскую епархии. Главой метрополии назначен владыка Барнаульский и Алтайский Сергий. Правящим архиереем Бийской епархии Синод постановил избрать клирика Новороссийской епархии Архимандрита Серепиона Дунай. Рубцовскую епархию возглавит ныне викарий Барнаульской епархии епископ Рубцовский Роман. Наслав городскую кафедру избран игумен Всеволод Поннич, клирик Ростовской епархии. В пределах Республики Бурятия образована Бурятская метрополия, включающая в себя Улан-Уденскую и Севербайкальскую епархии. Главой метрополии назначен епископ Улан-Уденский и Бурятский Савватий. Правящим архиереем Севербайкальской епархии избран клирик Улан-Уденской епархии игумен Николай Кривенко. В пределах Курганской области образована Курганская метрополия, включающая в себя Курганскую и Шадринскую епархии. Епископом Шадринским и Далматовским избран протеерей Василий Маштанов, клирик Волгодонской епархии. А глава метрополии станет носить титул Курганского и Белозерского и станет им архиепископ Биробиджанский и Культурский Иосиф. В этой связи на месте прежнего служения владыки Иосифа в Биробиджане его сменит епископ Бекинский Ефрем, ныне векарий Хабаровской епархии. А прежний управляющий Курганской епархии архиепископ Курганский и Шадринский Константин примет титул Петрозаводского и Карельского и станет главой, образованной еще в 2013 году, Карельской метрополии. И еще одна смоленская метрополия образована в ходе заседания Синода. Она будет включать в себя Смоленскую и Вяземскую епархии. Главой метрополии назначены епископ Смоленский и Рославльский Исидар. Епископом Вяземским и Гагаринским Синод постановил избрать архимандрита Сергия Зедькова, клирика Смоленской епархии. Кроме того, Синод принял решение о замещении вакантной кафедры Чистопольской епархии. Ее архиереем назначен клирик Ростовской епархии и романах Пармен Щепелев. Было также удовлетворено повторное прошение, поданное митрополитом Ижевским и Удмуртским Николаем, о подчислении его на покой по состоянию здоровья в связи с достижением преклонного возраста. Его преемником на кафедре и главой Идмуртской митрополии определено быть епископу Сарапольскому и Маждинскому викторину. Ему же поручено временное управление Сарапольской епархией. Заслушав прошение митрополита Омского и Таврического Владимира о подчислении его на покой в связи с достижением 75-летия, Синод благословил митрополиту Владимиру продолжить управление Омской епархией.